Наш выбор единства. Баннеры с таким лозунгом расклеены по всему областному центру. Они напоминают, этот год официально назван годом национального мира и согласия. За Уралье все национальности уживаются мирно. Вместе трудятся на благо региона и отмечают праздники. Только День народного единства некоторые горожане по-старому называют Великой Октябрьской. Когда-то была революция, а сейчас мы отвечаем. Праздник какой у них? Никакой? Не знаем. Праздник это День премьерия, что ли? Наподобие, что-то так теперь не запомнишь, меняют все. То один, то другой. Но мне вот это не нравится. Мне Октябрьское нравилось. Этот праздник мы не отмечаем. Нам дорог День Октябрьской социалистической революции, поэтому мы люди советские, все советские люди отмечают этот праздник. Великий праздник раньше был в мою молодость. А сейчас этот праздник ни о чем. Из десятка опрошенных только трое попытались вспомнить, как правильно называется дата, которую вся Россия отмечает 4 ноября. И лишь один рассказал, что, может быть, отпразднуют этот день вместе со всеми. День согласия, по-моему, и примирения. Завтра праздник. Ну, наверное, пойдем куда-нибудь погуляем. Насколько мы наслышаны, это День народного единства. Ну, честно говоря, мало кто в курсе. Но все знают, что в этот день отдыхают. День единства. Ну, как особенно. У телевизора сейчас уже. Ну, иногда, когда позволяет время, на площадь сходить. 4 ноября в честь Дня народного единства в 11.30 начнется торжественное шествие от областного культурно-выставочного центра до Центральной площади. В мероприятии примут участие профсоюзные организации, госучреждения, предприятия «Зауралья» и политические партии. Продолжением праздника станет галоконцерт городского фестиваля национальных культур «Венок дружбы». Александр Грешаков, Андрей Глазурин и Александр Бывальцев. Телекомпания «Регион-45».